МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня пятница, 1 декабря. В эфире новоуральской вещательной компании информационная программа «Объектив» в студии Елена Мельникова. Я и мои коллеги расскажем вам о последних событиях. Коротко о главных темах выпуска. То, чего мы так долго ждали. Сегодня торжественно открыли отремонтированный путепровод. Безопасности ради. Сотрудники газовой службы продолжают поквартирные проверки в новоуральских домах. Новое оборудование для борьбы с зимней скользкостью. В технике ДКС небольшое пополнение. Что это у вас на носу? Новый год. В городе идет активная подготовка к предстоящим праздникам. До новых встреч реверсивный светофор. Отныне на путепроводе будет гореть только зеленый. Сегодня в торжественной обстановке прошло долгожданное открытие моста. С места событий Кирилл Пантелеев. Сегодня мы находимся на путепроводе. И сегодня, в эту секунду, в эту минуту состоится долгожданное открытие. Это будет радостное событие для многих жителей города. Ведь все работы были осуществлены в срок и совсем скоро начнется движение по двум полосам. Финансирование работ по ремонту путепровода было обеспечено благодаря поручению губернатора Свердловской области Евгению Куйвышева. По итогам его рабочей поездки в Новоуральский городской округ 28 августа 2022 года. Поддержка была оказана со стороны Министерства транспорта и дорожного хозяйства и Министерства финансов Свердловской области. Работа по капитальному ремонту путепровода была организована и проведена по поручению главы Новоуральского городского округа Вячеслава Тюменцева и городской администрации. Все включено в нашу госпрограмму. Муниципалитет отторговался, проконтролировал подрядчика. Все прошло успешно. Во-первых, спасибо жителям города, которые с пониманием в большинстве своем отошлись к тому, что у нас было ограниченное движение. Работали все наши службы. Работал подрядчик, работала администрация. Пожалуйста, всем. Слав Яковлевич, разрешите проверку большегрузной техники, проверку моста начать? Разрешаю. После такой небольшой проверки мост запустится в полную эксплуатацию, в обычный штатный режим. И по двум полосам будет осуществляться движение автомобилей. Спасибо большое, во-первых, администрации, что за несколько десятков лет все-таки хватило им силы воли взяться за этот ремонт. И он выполнен, в общем-то, великолепно. Во-вторых, большое спасибо строителям, что смогли выполнить такую высококвалифицированную работу. Я давно депутат, помню, сколько раз подступали, и сколько раз мы боялись эту работу затеять. Ну и всем жителям спасибо за терпение. Привыкли к тому, что строители обычно после срока объекты заканчивают. А здесь выполнены раньше срока, с хорошим качеством. И люди вот сейчас, ну, я вот уверен, едут и говорят огромнейшее спасибо. Важное событие для новоуральцев и для жителей поселка Верхневенск на самом деле. Потому что два объекта, они интегрированы друг в друга. Заказчиком работ выступило муниципальное казенное учреждение управления капитального строительства. Работы по ремонту путепровода стартовали 15 мая 2023 года. Подрядчиком выступила компания ВЕСТ. Контракт был рассчитан до 10 января 2024 года. Но все работы были выполнены раньше срока. А именно 1 декабря 2023 года мост был введен в эксплуатацию. Нам очень нужно было поменять дорожные одежды. И выполнить работы, которые позволят основным несущим конструкциям моста снова продлить срок их эксплуатации на последующие 50 лет. В ходе ремонта предприятия новоуральские городские электрические сети также установили новые светодиодные фонари, обеспечивающие освещение, соответствующие всем современным стандартам безопасности. Поменяли порядка 35 светильников. Сегодня все показатели освещенности даже превышены. Но мы точно понимаем, что проезд по нашему новому мосту будет безопасен. Сразу же проброшу историю. Глава дал поручение. У нас есть с вами за моей спиной въездная стела, знак нашего города. К юбилею поручено плотно позаниматься и выйти с предложениями по реконструкции самой стелы и ее подсветке. Чтобы и к освещению, которое у нас стало современным, появилось еще и современное освещение нашей стелы. Сегодня заметно, как территория изменяется к предстоящему юбилейному событию города и комбината. Важно подчеркнуть, что коллективными усилиями мы способны и в дальнейшем заниматься облагораживанием города, тем самым делать его лучше для комфортного проживания. Кирилл Пантелеев, Дмитрий Дедюхин, Михаил Карелин. Новоуральская обещательная компания. Первый зимний день только-только наступил. А жители Новоуральска, да и всего региона уже успели прочувствовать на себе всю снежную мощь Урала. Пока стихия отступила, но расслабляться рано. Сотрудники ДКС города во всеоружии и готовы продолжать очистку новоуральских улиц, делая их безопасными для горожан. Подробнее в следующем сюжете. За последние дни более 8 тысяч кубометров снега вывезено с улиц города. Сотрудники ДКС занимаются чисткой парковок по городу. За сегодняшний день техника прошла по улицам Южного района и на Юбилейный. Большое внимание уделяют не только очистке дорог от снега, но и борьбе с зимней скользкостью. В первые часы после снегопадов пешеходам приходилось пробираться до мест работы или учебы через сугробы. Ну а после небольшого потепления все эти снежные кучи превратились в каток. Пришлось уже бороться со скользкостью. На пешеходных дорожках теперь не обязательно эту работу выполнять полностью вручную. Для дворников закупили несколько ручных пескоразбрасывателей. Тележка с дозатором помогает в равномерном распределении противогололедных материалов. Нехитрый механизм регулирует подачу смеси. Сюда насыпается песок и вот там колесо, на которое она падает, ее разбрасывают по тротуару. И этим посыпается и все. Только нужен сухой песок сюда. Если он чуть сырой, он сам видит, что он плоховато сыпет. Руками если подбрасывается, то все нормально идет. То есть можно работать. Пешеходники по собой, тротуары. Не просто сейчас приходится? Ну, снегопады были, да, тяжко. Но вот пока еще участки все не разобрал. Конечно, обновление технического оснащения службы, модернизация помогает в выполнении задач. Но здесь, в дорожно-коммунальной службе, важны прежде всего люди, которые смогут обеспечить чистоту дорог, а значит и безопасность граждан. Валерия Конева, Михаил Карелин, Новорайская вещательная компания. Во вторник, 5 декабря, в 12 часов, в эфире областного телевидения пройдет прямая линия губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Уже сейчас жители Свердловской области могут оставлять свои вопросы по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. Такая возможность есть до 20 часов 4 декабря. А ранее стало известно, что 14 декабря президент Российской Федерации, Владимир Путин проведет прямую линию и итоговую пресс-конференцию. На мероприятии планируется обсудить итоги года. Россияне смогут обратиться к президенту по телефону через сайт и чат-боты в соцсетях. Новоуральцы продолжают перезаключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования. А ГУПСО газовые сети тем временем уже начали проверку оснащения в квартирах. Как понять, что к вам действительно пришел сотрудник газовой службы, а также в чем необходимость такой проверки, разбиралась Валерия Конева. К газу в Новоуральске подключены более 240 домов. И помимо видимых преимуществ для горожан при ненадлежащем обслуживании газ представляет и опасность. Поэтому с сентября этого года в силу вступили новые правила. И все пользователи обязаны перезаключить договор с единой газораспределительной организацией. У нас эту работу на себя берет ГУПСО газовые сети. Сейчас сотрудники службы уже начали визиты в дома Новоуральцев для проверки оборудования. В объем внутридомового газового оборудования входят краны-опуски, которые находятся у нас перед плитами непосредственно в квартире. Поэтому для того, чтобы слесарю-газовику выполнить техническое обслуживание внутридомовому газовому оборудованию, ему в любом случае необходимо попасть в квартиру к потребителю газа. Потому что газопровод, который проходит у нас по квартире, включая в том числе кран-опуск перед газопотребляющим оборудованием непосредственно перед плитами, относится к общедомовому имуществу и подлежит техническому обслуживанию. О визите слесаря-газовика вы будете уведомлены заранее. На подъезде дома появится объявление, в котором будет написано, когда именно пройдет проверка. Также напомнят о том, что необходим доступ в квартиры, ведь внутридомовое и газопотребляющее оборудование находится как раз внутри. Сотрудника газовой службы можно отличить по специальной одежде и удостоверению. В любом случае у наших сотрудников есть удостоверение. Так же вот, как и у меня. Вот, пожалуйста, удостоверение. Все прописано. А какие отличительные черты? Ну, здесь выдается голограмма, нам удостоверение выдают с головного предприятия, привозят с Екатеринбурга после прохождения всех проверок и всего остального. Поэтому удостоверения у нас номерные и выдаются со сроком действия. Необходимо всем жильцам удостоверять, что это наш сотрудник. Если какие-то сомнения, то можете звонить 72499 на телефон нашей организации и вам подтвердят, проводят там работы, либо нет. Отметим, что для технического обслуживания весь дом отключают от газа. И подключение не произойдет, пока все оборудование не будет проверено. Таковы требования безопасности. Сотрудники газовой службы должны удостовериться, что угрозы для жизни и здоровья новоуральцев нет. Валерия Конева, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Кадетская слава. Новоуральск готовится принять слет кадет. Он состоится в следующую пятницу, 8 декабря. Готовность проведения обсуждали накануне в администрации округа. Рассказывает Анна Акрамова. Слет кадет пройдет с участием ребят и их педагогов из городов Горнозаводского управленческого округа и муниципалитетов присутствия госкорпорации «Росатом». Событие обещает быть масштабным. За победу поборются 15 команд. В этом году есть несколько новшеств. Поменялся и формат ежегодного слета. В этом году слет проходит при поддержке Уральского электрохимического комбината. И в связи с этим и форматы поменялись. Если раньше мы проводили слет только на базе 48-й школы, поскольку там уникальная база спортивная, и территория школы позволяет, чтобы и автобусы туда заехали, и провести лазертак, и вольтажировку, и кашу сварить походную. То есть территория большая, ухоженная, хорошая, спортивная. И внутри начинка самой школы тоже очень хорошо оснащена всеми спортивными объектами, которые позволяют провести соревнования различного уровня. На этот раз открытие и закрытие слета «Кадет» пройдет торжественно в Доме культуры Новоуральский на улице Комсомольской. В программе также конкурс визиток под названием «Своих не бросаем». Смотр строя и песни. Викторина – Россия, мировой лидер атомной промышленности. Ребята сразятся в конкурсе на лучшего командира, а также на слете выявят лучшего стрелка и знатока российской истории. Слет «Кадет» всегда проходит в лучших патриотических традициях. Как гласит одно из качеств «Кадета» – ответственность за себя, семью, кадетский корпус и страну. Патриотическое воспитание важно всегда. Мы с вами обратимся к истории 10 лет назад, и 110 лет назад, и 1000 лет назад. И всегда идет речь о верности, о служении, о долге своему отечеству, своей родине, малой родине. И поэтому, конечно, такая работа, которая ведется в образовательных учреждениях, в клубах по месту жительства, в учреждениях культуры, она всегда, несомненно, важна. Уже 8 декабря «Кадетские классы» и патриотические клубы со всего Горнозаводского управленческого округа соберутся в Новоуральске. Помимо дисциплин для участников проведут мастер-классы. Пройдет игра в лазертак, «Кадеты» посетят музей 48-й школы, отведают также солдатскую кашу. В проведении слета «Кадетская слава» участвует большое количество партнеров. Это Уральский электрохимический комбинат, Центротех, отдел военного комиссариата, войсковая часть 32-80, полиция, медицинский колледж и многие другие. Непосредственные организаторы слета, администрация округа, управление образованием, школа 48 и Дом культуры Новоуральский. Какая команда «Кадет» станет лучшей, узнаем уже 8 декабря. Анна Акрамова, Геннадий Донгузов, Новоуральская вещательная компания. Новый год не за горами. В этот период будет организовано большое количество разнообразных программ для юных новоуральцев. Накануне в администрации округа обсудили проведение благотворительной акции «Елка сюрпризов». Для 150 ребят и их родителей случится волшебство. Помимо впечатлений, каждый ребенок получит сертификат в какое-либо учреждение или магазин от фонда «Новоуральский центр развития предпринимательства» и администрации округа. Таким образом, ребенок сам выберет, какой он хочет подарок. Также каждый юный новоуралец получит сладкий приз. Сейчас идет активная работа по сбору средств. Это добровольная акция, она благотворительная. Мы проводим ее в МВЦ. Такая получается камерная елка, объявили сбор денег в администрации в Думе. Предприниматели объявляют сбор средств и сертификатов у себя. Мы обращаемся к жителям города. Они могут в фонд предпринимательства тоже какие-то деньги принести, перечислить. То есть сертификаты на подарки за счет этих средств будут приобретаться. Впервые акция «Елка сюрпризов» прошла в прошлом году. К проведению события подключены учреждения образования и культуры города. Совместными усилиями будет сделано все, чтобы юные новоуральцы прочувствовали волшебную пору. 23 декабря в один день пройдут три праздника для детей от 7 до 13 лет, попавших в трудную жизненную ситуацию. На каждой елке у нас участвуют по три коллектива, в том числе музыкальная школа примут участие. Мы на связи со взрослыми организаторами, педагогами. ЦВР нам в том году помогли вожатыми для встречи гостей. Я думаю, что и нынче они не откажут. В принципе, все готовы, все понимают, что мы работаем. С заботой о каждом. Есть еще одна категория ребят, требующих особого внимания. Это дети участников специальной военной операции. В городе их более 660. Для каждого из них также будет организовано новогоднее чудо. До школьников поздравить с Новым годом придут Дед Мороз и Снегурочка прямо домой. Ребят школьного возраста пригласят на новогодние городские елки. Для студентов, а их 12 человек, подарки подготовит Уральский электрохимический комбинат. Второй год мы особо подходим, конечно, к категории деток, которые проживают, учатся в семье участника СВО. Поэтому сегодня мы отдельно этот вопрос обсуждали, как поздравлять эти семьи. Много таких детей на самом деле. И вернувшиеся уже есть родители. И сегодня участвуют. И мобилизованные, и добровольцы, и семьи ЧВК. То есть очень много на самом деле таких детей. Праздник придет в каждый дом и ко всем. А дополнительное внимание и приятные сюрпризы помогут сделать эту праздничную пору еще волшебнее. Елена Мельникова, Михаил Карелин, Новоуральская вещательная компания. Необычный фестиваль родом из Снежинска вновь объединил дошколят и обучающихся начальной школы. Творческие ребята из Атомградов уже в четвертый раз примерили на себя роль мультипликаторов. И создали целые анимационные фильмы. Какой теме посвятили работы в этом году, узнаете в материале Валерии Коневой. Тема разных профессий сейчас актуальна не только для подростков, которым предстоит выбор карьерного пути. Самые юные любознайки, глядя на мам и пап, примеряют на себе разные роли. Правда, пока только в игре. И своим видением ребята готовы поделиться с нами. Поэтому фестиваль анимационного творчества проекта «Школа Росатома» «Снежные мультярики» посвятили этому направлению. Профессии глазами детей. Такой темой был объединен четвертый сезон проката работ юных аниматоров. Детский сад всем профессиям рад. Мы, ребята, малыши. В детский сад всегда спешим. Нас встречают, обнимают, Кормят, ценят, уважают. Вот такой свою идею представили ребята из детского сада «Чебурашка». Малыши коротко рассказали о профессионалах своего детского сада. Их они каждый день видят в стенах учреждения. На экране появились собирательные образы воспитателя, музыкального руководителя, преподавателя ИЗО и многих других. А вот ребята из лицея 58 открыли город профессий, чтобы рассказать о том, кем они станут в будущем. Младшеклассники в работе использовали не только фигурки и декорации из пластилина, но и озвучили материал разными голосами, подготовили соответствующие сюжету звуки. Салон красоты мечтаю открыть. Людей буду красить, стричь и брить. Новыми идеями поражать. Спешите очень занимать. Ну какова красота. Сочинительство, творческая самореализация, анимационная деятельность. Все это цели фестиваля «Снежные мультярики». Всего же в Новорайский творческий фестиваль объединил 17 групп детских садов и 6 классов. Лидерами этого творческого состязания в городе стали дошкольники детского сада Чебурашко и ребята из 58-го лицея. 4 декабря в 17.00 в Центре внешкольной работы ребят ждет торжественное подведение итогов 4-го фестиваля. Валерия Конева, Новорайская вещательная компания. На этом наш выпуск завершен. Встретимся с вами в понедельник в 19.00 на телеканале ОТВ в программе «Объектив. Итоги», в которой мы расскажем об актуальных событиях, прошедших в нашем городе. Не пропустите. А у меня на этом все. Всем хорошего настроения и до новых встреч в эфирах НВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова